Вы, шановные, Михаил Николаевич, вы, шановные коллеги. В 1987 году Филипп Мурет провел первую лапароскопическую холецистектомию. Это было начало мини-инвазивной хирургии, которую назвали Второй Французской революцией. Указочка, что-то не очень. Конечно, особенности технологий прилижают определенные требования к анестезийскому обеспечению. Вот эти особенности заключаются в том, что накладывается пневмок и детоналом. Есть так называемые специфические крутые положения тела и подчас длительная, большая длительность операции. С точки зрения анестезиологии важно исключить контакт кожи лица с твердыми предметами и агрессивными жидкостями. Необходимо обеспечить надежную проходимость и фиксацию эндотрахеальной трубки, назогастрального зонда, особенно в месте выхода его из полости рта и носа. Краниальная миграция тела при положении Тренделенбурга может способствовать смещению трахеи на 0,4 см и привести к непреднамеренной эндобронхиальной интубации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что касается анестетиков, то здесь нет каких-то индивидуальных особенностей. То есть речь может идти о тотальной внутривенной анестезии, может идти о анестезии с использованием газовых анестетиков, низкопоточной. Поддержание водного баланса. Речь о предпочтении коллоидов перед кристаллоидами не является такой совсем адекватной. При наклоне тела головой вниз возникающий отек лица в первую очередь связан, обусловлен повышенным капиллярным давлением и снижением коллоидно-осматического давления плазмы. Поэтому необходимо избегать избыточного введения кристаллоидов. Вот пример анестезии. Мы сравнили эффекты налгуфина и фентанила при мультимодальной аналгезии бариотической хирургии. Видите, при медикации есть дексалгин, затем вместо фентанила налгуфин, релаксанты, поддержка низкопоточной аналгезии севофтлюраном, релаксанты. И интраоперационная аналгезия налгуфин идет через определенное время, вместо фентанила, который вводился постоянно внутривенно, и инфулган. И в послеоперационном периоде дексалгин чередуется с инфулганом, и таким образом это не опиоидная анестезия. Что касается дальнейшего, то речь идет о том, чтобы блокировать все процессы трансмиссии, модуляции и перцепции. И мы остановились на дискетопрофене, потому что его эффективность в отличие в два раза выше аэросемического кетопрофена, очень низкий ульцерогенный потенциал, и есть прямое действие на процессы трансдукции, и есть в то же время действие на НМД-рецепторы, то есть на процессы модуляции, что является также важным. Ну а второй препарат, который рекомендуется широко в литературе в сочетании с дискетопрофенестероидными, это парацетамол, ацетаминофел инфулган, который блокирует циклоксидиназу 2 и 3 именно в центральной нервной системе действия на перцепцию, и в дальнейшем у него есть эффекты на модуляцию, связанные с канабиоидными рецепторами, с серотонинергическими рецепторами. Кроме этого идут агонисты традиционных, от которых мы стараемся избавиться, промедолы компания применяем, а агонисты-антагонисты, в частности налбуфин, который является агонистом капорецепторов и антагонистом мю-2 рецепторов, отсюда нет ни абстиненции, ни привыкания, ни эффекта эйфории. Что касается жидкостей, то должны применяться предпочтительно растворы, содержащие резервную щелочность, и тут речь идет о препаратах, которые похожи на плазму и содержат малат и ацетат, и на это уходит в два раза меньшее количество кислорода, чем по сравнению с лактатом, и лактат метаболизируется в печени, поэтому все, что связано с патологией печени, не очень подходит. Ацетат и малат, он метаболизируется в мышцах, это важно. Почему растворы, содержащие резервную щелочность? Потому что переливание растворов без резервной щелочности, вот 4 автора показывают, что избыточное введение этих растворов приводит к снижению БЕ, соответственно уменьшению, и это практически прямо пропорционально ведет к увеличению летальности. Что касается других растворов, вполне может применяться наш РСРБЛА как для малообъемной инфульсионной терапии, потому что у нее целый ряд эффектов, которые подходят для стабилизации артериального давления, детоксикации и прочих других вещей. Он имеет уровень доказательности 1А при целом ряде в 5 рандомизированных исследованиях очень тяжелых заболеваний. Положение тела на операционном столе, тренд-эленбург, это и повышение работы дыхания, это нарушение соотношения вентиляции, кровоток, развитие возможно от электазов, это снижение эластичности легких и при изменении давления на вдохе необходимое для достижения адекватной вентиляции, возможно пара травм. Промежность должна точно совпадать с нижним концом операционного стола. Держатели ног необходимо располагать так, чтобы исключить возможность развития компактного синдрома. Для предотвращения краниального скольжения пациента на операционном столе часто используются специальные скобы. Избыточное давление на голову может вызывать перенапряжение шейного отдела позвоночника, чрезмерное давление каудальное на плечи и травмировать плечевые сплетения. Особенного внимания заслуживает фиксация конечностей к соответствующим частям операционного стола, когда при повороте тела вверх-вниз головой необходимо исключить так называемый эффект жгута. Речь идет и о рапдомиолезе, и о компактном синдроме. Влияние на систему кровообращения эндовидиохолебического вмешательства связано с внутрибрюшным давлением, положением тела и гиперкапнией. То есть идет снижение сердечного индекса, и после окончания при пневмокарбоксоперитонеуме, при прекращении этого процесса где-то через 10-15 минут все восстанавливается. Умеренное повышение артериального ПЦО2 не больше 45 мм тутного столба не отражается на гемодинамических показателях. Высокое центральное генозное давление. Оно отражает внутригрудное давление, обусловленное давлением брюшной полости на диафрагму органов содержимых, и не связано с ухудшением гемодинамики, поэтому если на него ориентироваться, то оно может маскировать гиповолемию. Итак, на систему дыхания. Сочетание карбоксоперитонеума с так называемыми крутыми положениями тела на операционном столе изменяет механику вентиляции легких, снижение грудного комплайса вследствие давления, оказываемого карбоксоперитоном и содержимым брюшной полости на диафрагму. Любое увеличение СО2 в конце выдоха более чем на 25% и сохраняющиеся более 30 минут после начала карбоксоперитона может приводить к подвожной эфизели. Поглощение и элиминация экзогенного СО2 требует 10% дополнительной вентиляции для поддержания нормы вентиляции. Что касается действия на центральную нервную систему, нужно сказать, что cerebral blood flow, он ауторегулируемый, поэтому cerebral perfusion pressure после поворота в положение Трендерленбурга остается в рамках нормы, если ауторегуляция сохранена. На интракранирую прэши действие гиперкапния вызывает церебральную вазориатацию, это приводит к увеличению внутричерепного давления, то есть положение Трендерленбурга увеличивает, усиливает повышение интракранирую прэши во время инсуфляции. На функцию печени и почек снижается портальный кровоток и он может снижаться на 50% при повышении внутричного давления до 14 мм тутного столба. Механизмы после операционного влияния на печень, они включают и прямую операционную травму, действия анестетиков, ну и, конечно, действия карбоксиперитонеума на воротную вену, на изменение печеночного кровотока. Нет данных, по большому счету, влияния положения Трендерленбурга и карбоксиперитонума на функцию почек, поэтому можно сделать вывод, что применение карбоксиперитонума считается безопасным у пациентов с нормальной исходной функцией почек и печени. Что касается кровопотери, в целом риск ее невелик. Во время операции эмпирический объем переливается, после операции заболемическая гемоделлюция. Сейчас внедрен так называемый клинический принцип patient blood management, направленный на повышение безопасности пациента через оптимизацию его собственных кровяных ресурсов. Речь идет при необходимости к применению препаратов железа, в частности суфер, по показаниям эритропоэтин, МВЛ, минимизация кровопотери, применение нейтронексамовой кислоты, например, сангеры, когда это идет буквально перед операцией, если предполагается кровавая операция, с параллельным решением вопросов тромбоопасности. Если это необходимо, это практически всегда необходимо при больших операциях. Что касается внутребрешного давления, у лиц без ожирения это 5 и меньше миллиметров туснастолба, с ожирением 9-10, а для проведения эндовидиоскопической операции необходимо до 15 повысить. Повышение внутребрешного давления увеличивает венозный застой, снижает портальный кровоток, диурез и дыхательный комплайнс, повышает давление в дыхательных путях и ухудшает работу сердца. Это наши данные, корреляционный анализ между изменением внутребрешного давления и сердечного индекса. И нами выявлена сильная положительная корреляционная связь величины изменений сердечного индекса и внутребрешного давления. При этом на каждый миллиметр тутного столба ростом внутребрешного давления сердечный индекс изменений его растет в среднем на 8,4%. Единственный специфический вид мониторинга это рабочее давление в операционном пространстве. Пульсоксиметрия и капноиграфия являются абсолютно обязательными. Противопоказания это внутричерепная патология, связанная с внутричерепной гипертензией или нарушением функции гематоэнцефалического барьера. У больных, страдающих глаукомой, необходимо обеспечить нормальное внутриглазное давление. Возможные осложнения это на пути газонетонатомических барьеров, поэтому от газовой эмболии пневмотороксов вплоть до пневмедиастинома и тампонады сердца. Продолжительная фармакологическая тромбопрофилактика необходима как минимум 7 дней. В одних случаях это может быть только на период госпитализации. В более тяжелых процедурах до 4 недель применяются низкомолекулярные гепарины. По исследованию 2017 года сравнению бимепарина с иноксипарином было доказано, что бимепарин превзошел иноксипарин в качестве средства для профилактики тромбоэмболии и венозной, и легочной артерии при этом характеризовался меньшей частотой развития локальных нежелательных влияний. Жесткое выдерживание целевых параметров витальных функций значительно важнее, чем выбор анестезии как таковой. Я благодарю вас за внимание.